Восьмого ноября в Украине усилятся карантинные меры. Согласно постановлению Кабмина, который вступит в силу именно в это время, люди, которые не имеют зеленого сертификата о вакцинации, могут быть не допущены на работу. Как к этому относятся мариупольцы, мы решили выяснить на улицах города. Так что, я вакцинирован. Переживать мне не нужно. Просто пусть переживают, кто не вакцинируется. Переживаю. А что я должна переживать? А вообще откуда вы? Сайт 0629. А что это за сайт? Я таких сайтов вообще не знаю. Я никогда не была антипрививочником. У меня всегда было четкое ощущение того, что если были вакцины разработаны, внедрены, проверены, это очень хорошая мера. Но вакцина, которая сейчас, она ей всего два года. Побочные эффекты нам неизвестны. Участвовать в добровольном медицинском эксперименте я не готова. Готова ли я рекомендовать своему ребенку, маме, семье? Не готова. В принципе, у меня негативное отношение к вакцинации, поэтому вакцинироваться я не буду. И даже если запретят выходить с дома, я лучше посижу дома, чем буду делать себе вакцину. По поводу транспорта я в автобусах не езжу, езжу на машине. В магазинах пока еще, слава богу, можно скупляться без сертификата. Ну, хоть это радует. В спортсити там, да, но меня не запускают. Ну и фиг с ним. Не переживаю. Вы вакцинированы? Зеленый сертификат у вас есть? Две вакцины? Ну, я как бы вакцинированная, но считаю это ненормальным, как это ущемляет права человека, на каком основании. Ну, вакцинированная. Да, но это мое личное мнение. Я вакцинировалась добровольно, меня никто не заставлял. Все. То есть вы считаете, что... Самая из первых, которая вакцинировалась, слава богу, живая, здоровая. Никто не имеет права меня ограничивать. Только в двух случаях, записанных в Конституции Украины 64-я статья. Это военное положение или чрезвычайное положение. Все. Остальное все это незаконно. У нас есть вакцинация. Мы вакцинированы, поэтому не переживай. Думаю, это личное дело каждого, поэтому они должны сами решить. Я думаю, надо ему вакцинироваться каждые три дня. Почему три дня? Пришел, там, коктейль выпил и вакцинировали тебя. Ну, чтобы здоровье было получше. Мы приведем, все нормально, сертификаты, все есть у нас. Да. Ну, то есть на каких основаниях? Какая пандемия, какая эпидемия? Где? Где цифры заболеваемости, которые действительно говорят о том, что порог эпидемиологический, он нарушен, и у нас действительно нужно объявлять эпидемию, нужно эти карантины делать. Конечно, отрицательно. А как еще можно относиться к этому? Если тебя принуждают к чему-то, заставляют, чего-то лишают, то это нарушение твоих человеческих прав. Ну, поэтому нормальный, живой человек, он не может быть за это. Потому что это античеловеческое движение какое-то. Видите, у меня есть сертификат, поэтому мне это не страшно. Правда, он не зеленый и белый выдали, но какая разница, все равно есть. Переживай, у меня есть вакцинация. Так что переживаете? Все, ну, потому что могу остаться без работы. Почему? Вы же вакцинированный. Нет, мог бы. А, мог бы. Да, мог бы. Но не останетесь, все хорошо. Поэтому я переживал, да, и я это сделал. Продолжение следует...